Всем привет! В начале марта 2019 года Google опубликовал один из свежих патентов своих, в котором говорится фактически о поведенческих факторах. То есть Google там описывает историю о том, что хорошо бы в поиске учитывать кликовые факторы, то есть как люди ведут себя на страницах сайта, то есть как они кликают на выдачу по сайту, как они внутри долгое время проводят, и предлагает учитывать то, как долго они там провели, и делит на долгие, средние, короткие сессии пользователя, что сколько они время провели после того, как перешли с поисковой выдачи. Ну то есть в общем описывает там кучу банальностей, о которых Яндекс в своих докладах, как в своих патентах говорил еще лет 10 назад, которые Яндекс открыто ввел 10 лет назад, больше уже 10 лет назад. И на данный момент Google с одной стороны всячески отрицает, что они используют поведенческие факторы, с другой стороны они их используют, потому что мы проводили эксперименты, и эксперименты показывают, что поведенческие факторы в Google работают, и еще как работают. И, ну, единственное, что они по-другому работают, не так, как в Яндексе там более долго и чуть-чуть несколько сложнее, но поведенческие факторы однозначно Google учитываются, и уже давно. И при этом сейчас они публикуют вот такой патент. Ну, как бы не публикуют, а пользователи, западные пользователи нашли его, что вот он такой появился. Поэтому, как бы, нет никаких сомнений, что Google их использует. Теперь просто появилось еще одно публичное подтверждение, что они про них как-то думают и пробуют развиваться. При этом не очень понятно, зачем сейчас это патентовать, потому что это используют уже Яндекс, я думаю, другие поисковики уже много лет, и они это используют сами много лет. И гораздо более сложную технологию, чем они описывают в этом патенте. Поэтому не очень понятно, почему именно это они запатентовали. Возможно, это было специально сделано, чтобы увести профессиональных продвиженцев по неверному пути, что вроде как вот у нас сейчас все так простенько с поведенческими факторами, а на самом деле у них там еще все сложнее и навороченнее, чем у Яндекса. Но, тем не менее, как бы поведенческие факторы в Google работали, работают и будут работать еще долго, и пока с ними, ими можно манипулировать, ну, мы будем с этим экспериментировать, будем с этим играться и держать вас в курсе по этим изменениям, я думаю, в рамках канала и в рамках обучающих программ. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, пишите вопросы в комментариях и приходите на мастер-класс, ссылка на него в описании. Пока!